Вы не можете приказывать Богу, Бог приказывает вам. И мы тоже члены, субъекты, пациенты, вы составляете искушение. Вы искушаете своего пастора, вы искушаете всех, потому что вы в неведении. Чего вы ожидаете от человека в неведении? Нет ничего, чтобы человек в неведении не мог сделать. Потому что вы даже не знаете. Один, два, три духовных вещах. Искуситель. Как только вы приходите к пастору, человек Божий, мой бизнес не продвигается. Теперь вы искуситель. Сам человек Божий в неведении. Он даже не знает, что с этим делать. Он начинает молиться за ваш бизнес, вместо того, чтобы спросить Бога, узнать Божью волю. Когда мы молимся согласно Его воле, Он отвечает нам. Не согласно вашей воле. Не согласно воле пациента. Это сильно отличается от медицинской проблемы. Если у вас проблемы, вы идете к доктору, вы помогаете доктору. Часто мы помогаем доктору. Как? Вы говорите, доктор, у меня проблема. Он спросит вас, какая проблема? Хроническая головная боль. Он сфокусируется на снимке вашей головы. Но если ваш доктор не сможет ничего найти, он сделает еще один шаг и проверит другие органы и способности вашего организма. Чтобы выяснить, откуда проблема. Если он не может найти проблему, он скажет, я ничего не могу выявить сейчас. А это очень отличается от Бога. Все мы стали искусителями Бога по своему неведению. Если имя Иисуса не принесло ответа, мы говорим, оно не работает для меня. А имя Иисуса живо. Если мы призываем имя Того, и Он не отвечает нам, мы думаем, что оно не работает для нас. Некоторые люди в неведении говорят, нет, Он не жив. Ничего такого нет. Но те, кто хотят быть мягкими, говорят, оно не работает для меня. Это значит, что они все еще верят, что оно работает для других. Когда вы встретитесь со своим пастором относительно какого-то вопроса, как вы отнесетесь к этому сейчас. Вы скажете, пастор, мой бизнес не продвигается, помолись за меня. Вы стали искусителем, искушая пастора. Пастор тоже не должен молиться за эту проблему. Он должен спросить Бога, Божью волю. То, что ваш бизнес не продвигается, возможно для того, чтобы сохранить вас на несколько дней или месяцев. Бог может использовать ваш бизнес, замедление вашего бизнеса, чтобы сохранить вас. Он может использовать неудачи вашим бизнесом, чтобы сохранить вас. Сохранить вас. Если бы ваш бизнес продвигался, и вы выездили по всему миру, у вас с вами было что-то случиться, и, возможно, вы потеряли свою жизнь. Но вместо того, чтобы позволить вашему бизнесу продвигаться и закончить свою жизнь, он замедляет ваш бизнес, чтобы вы не смогли поехать туда, где сатана был бы вас убить. Если я обращаюсь к вам, покажите с вашу руку, поднимите ее. Если вы предназначены для небес, и небеса ваш дом, то у Бога есть пути, чтобы остановить вас. Даже если вы будете жить в ночном клубе 24 на 7 и танцевать там обнаженными, и заниматься всякого рода делами, и небеса ваш дом, он знает, как остановить вас. Он знает, как остановить вас, чтобы вы могли наследовать царство. Он может использовать любую глупую вещь. Он может использовать что угодно. Он может использовать неудачу. Он даже может использовать рак. Если вы танцуете обнаженными, и у вас рак, и вы идете к доктору, и доктор говорит, это рак, вам осталось 7 дней на этой земле. Вы говорите, доктор, что мне делать? Никто не хочет умереть. Что мне делать? Он говорит, вы слишком много курите. Где вы работаете? В ночном клубе. Перестаньте это делать. Перестаньте курить. Ладно? Ищите Бога. Если я буду это делать, я не умру? Вы не умрете, ваша жизнь продлится. Ладно. Вы перестаете курить, вы перестаете заниматься глупостями. Вы возвращаетесь. Когда вы возвращаетесь, какой еще рак? Ваш рак не такой, как у других. Тех, для сохранения которых Бог использует эти глупые вещи, их глупая вещь не такая, как у других. Их болезнь, чтобы убить и разрушить их, но ваша, чтобы сохранить вас. Вы поняли меня? Когда я говорю глупые вещи, я имею в виду всякого рода глупости, такие как рак, болезнь, нищета, неудачи, разочарования, искушения. Если вы предназначены для небес, и небеса в конце будут вашим домом, вы не можете потерять их. Если вы пошли по ложному пути, он использует все, чтобы восстановить вас, чтобы вы не потеряли небеса. Послушайте, он может использовать смерть. Вы слышали о людях, которые внезапно умирают? Иногда он использует смерть, чтобы остановить жизнь этого человека. Пока человек умирает, он скажет, Боже, прости меня. Он даст шанс сказать это. Прости. 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 Он также может 2, 3 или 4 дня, или только час, или секунду, чтобы вы сказали, прости меня. Он идет на небеса. Но люди будут кричать, он умер голодым, почему это случилось? Почему такое случается? Это дьявольский мир. Успокойтесь, вы встретите его на небесах. Сядьте, подумайте о своем бизнесе и о трудностях, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Лучше вам измениться. Небеса – ваш дом. Вы говорите, с моим бизнесом все плохо. И вы начинаете приписывать это сатане. Кто сатана в вашей жизни, если вы Божье дитя? Мой бизнес не продвигается. У меня долги. Посмотрите на меня сверху вниз. Посмотрите, что со мной происходит. Это позор. Вы начинаете думать, что за этим стоит сатана. Какой еще сатана, если вам предназначены небеса, а вы идете по ложному пути? Чтобы вы не потеряли небеса, что-то должно остановить вас, чтобы вы могли посмотреть внутрь себя и сделать правильное. Если ваш дух говорит вам, что вам предназначены небеса, я хочу видеть вашу руку. Вы будете знать внутри себя. Внутренняя милость будет говорить вам, что вы созданы для небес. Несмотря ни на что, вы созданы для небес. Я хочу видеть вашу руку. Встаньте. Всю свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Садитесь. То, что у вас болезнь, это не значит, что вы не избранники. Никогда не судите свою христианскую жизнь по своей ситуации. Никогда не судите свою христианскую жизнь по своей ситуации. Таким же образом, никогда не основывайте свою веру на вашем улучшении после молитвы. Повторите за мной. Никогда не судите свою христианскую жизнь по своей ситуации. Таким же образом, никогда не основывайте свою веру на вашем улучшении после молитвы. Вооружитесь. Вы христианин. Вы молитесь и ждете чего-то, но вы не получаете этого. Вооружитесь. Это должно быть причиной того, почему вам нужно больше любить Иисуса. Иисус сказал, если вы почитаете Меня, когда ваша ситуация кажется очень безнадежной, Я почту вас могущественным образом. Скажи соседу, если вы почитаете Меня, когда ваша ситуация кажется безнадежной, Он сказал, что почтит вас могущественным образом. Когда что-то происходит, люди вокруг говорят, Разве ты христианин? Почему это все происходит с тобой? Среди всего этого вы чтите Иисуса и говорите, Да, я христианин. И вы любите Иисуса еще больше. И ваша награда больше. Если у вас нет свидетельства, и вы почитаете его и танцуете, Вы чтите его еще больше, чем те, у кого есть свидетельства. Тем больше ваша награда. Это вещи, которые использует сатана, чтобы разрушить сегодня жизни людей. Посмотрите на вопрос, который эта женщина задала. Научиться узнавать, Что Бог слышит нас, Когда мы молимся. Я ответил женщине, Это намного больше, Чем благословение, которое мы ищем. Как научиться этому теперь? Научиться этим вещам, вот то, что я сейчас вам даю. Опыт. Что использует сатана снаружи, чтобы обмануть вас? Когда вы больны, он говорит, Ага, он теперь больной. Он счастлив. Знаете ли вы, почему сатана счастлив, когда вы больны? Потому что он знает, что вы начнете исповедовать его. Как мы исповедуем дьявола? Мы используем его, когда начинаем бегать по спиритуалистам. Хе-хе-хе. Нет еды на столе. Сатана говорит. Вот что мне надо. Он ждет. Почему он смеется? Он смеется, потому что он знает, что вы будете исповедовать. Церковь. Нет, я не пойду в церковь. Вы исповедуете сатану. Читать Библию. Обычно вы молитесь три раза в день, теперь вы молитесь только один раз. Это исповедание сатаны. Он знает, что он понемногу доберется до вас. И он знает, что скоро вы обратитесь к нему и поклонитесь ему. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...